В эфире программа «Право знать». Здравствуйте! В ближайшие 15 минут с вами буду я, Елена Баркана. Начиная со следующего года в районных судах станут работать присяжные заседатели. Сейчас же они рассматривают только дела региональной подсудности. Что такое институт присяжных? Этой теме мы и посвятим наш сегодняшний выпуск. Но начнем с традиционного обзора новостей о деятельности региональной прокуратуры. Прокурор Акуловского района признал законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении машиниста-экскаватора по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». По версии следствия, вечером 14 ноября этого года работники фирмы «Спецтранспроект» выполняли работы на откосах и обочинах строящейся трассы М-11. При этом машинист-экскаватора подавал в ковше растительный грунт, а дорожные рабочие выполняли работы по его выкладке на георешетку. В ходе проведения работ машинист-экскаватора с нарушением техники безопасности привел в действие рычаг включения гидравлической системы, в результате чего стрела экскаватора была приведена в действие и ударила ковшом по голове одного из рабочих. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу. Ход результата расследования находится на контроле прокуратуры района. Прокуратура Великого Новгорода провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Бизон». Установлено, что организация имеет задолженность по выплате зарплаты и выходного пособия в связи с увольнением по сокращению штата за сентябрь этого года перед 12 работниками в размере около 500 тысяч рублей. По данному факту прокуратура возбудила в отношении генерального директора организации дело об административном правонарушении по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Сейчас она находится на рассмотрении, но задолженность по заработной плате уже погашена. Прокуратура Новгородского района провела проверку соблюдения законодательства об образовании. Установлено, что в нарушении федерального закона руководство Сырковской средней общеобразовательной школы в соответствующем положении предусмотрело ограничение бесплатного использования учебников в случаях, когда школьник не выполняет требования по их сохранности. Аналогичные нарушения были выявлены еще в 11 школах района. По данным фактам, прокурор внес 12 протестов на противоречащие закону локальные акты, которые рассмотрены. Положения, ограничивающие права учащихся, из них исключены. На прошлой неделе в Великом Новгороде прошла научно-практическая конференция, в рамках которой почти две сотни участников обсудили проблемы реформирования судебной системы. Речь шла как раз о присяжных заседателях, народных судьях. Подробности в нашем сюжете. Объявляется перерыв до вынесения вердикта присяжными заседателями. Фильм «12» режиссера Никиты Михалкова, ремейк классической американской драмы «12 разгневанных мужчин» впервые показал закулисье судебного процесса с участием присяжных заседателей в современной России. Мужчины разного возраста и социального положения, разных профессий и увлечений оказались на довольно длительное время заперты в одном пространстве. И все для того, чтобы единогласно вынести приговор, окончательный и обжалованию не подлежащий. Пока это единственный художественный кинодокумент о российских судах присяжных, хотя сама форма такого судопроизводства в нашей стране появилась больше 150 лет назад. И действует до сих пор, пусть и не без проблем. Как раз их и обсудили в рамках научно-практической конференции в Великом Новгороде адвокаты, прокуроры, следователи, представители власти, ученые и студенты. Сложности в работе присяжных, как выяснилось, появляются еще в момент формирования коллегий. Большая часть кандидатов просто отказывается от участия. Мы вызываем 500 человек, приходит 46. И некоторые удивляются. Что вы возмущаетесь? Вам же надо 12 всего в коллегию. Ну пришли 46, красота. Нет, мы целый день, а иногда и не один день, проводим формирование коллегии. Судимости, здоровье, конфликт интересов. Очень много вопросов, которые задаются присяжным. И ответы на них не всегда позволяют в дальнейшем участвовать в этом формировании. С июня следующего года применять институт присяжных заседателей станут в районных судах. И, конечно, сейчас формирование гражданской позиции и информирование населения должны выйти на новый уровень. Иначе определение кандидатов в коллегию может стать большой проблемой для всех муниципалитетов. Востребованность суда присяжных в нашем регионе вопрос решенный. До семи дел в год рассматривается коллегиями в Новгородском областном суде. Казалось бы, цифры небольшие, но не все субъекты могут похвастать и такой статистикой. Постепенно количество рассматриваемых дел стало уменьшаться. Допустим, в 2012 году Верховным судом Республики Бурятия было рассмотрено всего два дела. В 2013-2014 году вообще таких не было дел. В 2015 году было рассмотрено одно дело, в 2016-м два дела, и вот в 2017-м три дела. Профессиональные судьи, они управляют правосудие на высоком уровне. И, в общем, я так думаю, что народ все-таки доверяет профессионалам. Кстати, с 1 июня 2018 года название фильма «Никита Михалкова-12» о суде присяжных, уже упомянутого нами ранее, потеряет свою актуальность. Ведь коллегия для областного суда станет формироваться из восьми человек, для районного – из шести, что, конечно, упростит задачу по подбору кандидатов. Этой работой сейчас занимается региональное правительство, в то время как управление судебного департамента оборудует площадки для заседаний присяжных. Отметим, что судебная реформа обходится недешево. Например, в Акуловке на организацию зала потребовалось 600 тысяч рублей. От одного до семи судов в Великом Новгороде ежегодно проходят с участием присяжных заседателей. Но как складывается ситуация по региону в целом? И с какими проблемами сталкиваются специалисты при формировании коллегии присяжных? На эти вопросы в интервью нашему корреспонденту ответила старший прокурор уголовно-судебного отдела областной прокуратуры Ольга Бондаренко. Сейчас суды присяжных рассматривают дела только региональной подсудности, но в следующем году применение института присяжных заседателей будет расширено, они появятся в районных и военных судах. Как зарекомендовал себя институт присяжных заседателей в Новгородской области уже сейчас? Какие дела присяжные рассматривали? С 2010 года по настоящее время судами Новгородской области, Новгородским областным судом рассмотрено 23 уголовных дела в отношении, рассмотренные именно судом присяжных заседателей. Эти уголовные дела все были заявлены непосредственно самим подсудимым по делу, это только по их ходатайству рассматриваются уголовные дела. 18 из них были вынесены с обвинительным вердиктом. Уголовные дела рассматриваются по достаточно узкой, можно сказать, категории. Уголовные дела сейчас рассматриваются чаще всего по преступлениям в отношении личности, это убийство, а именно по 105 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовных дел достаточно много, на моей судебной практике я этими делами занимаюсь уже почти 10 лет, и почти 10 уголовных дел рассмотрены с моим участием. Выделить достаточно сложно какие-то дела, поскольку наравне с обычными бытовыми убийствами, которые мне приходилось поддерживать обвинения в Новгородском областном суде, я рассматривала и преступления, которые совершались лицами, имеющими особое, что ли, значение в криминальных кругах Новгородской области, а именно преступными группировками, которые входили в состав преступного сообщества Новгородской области. Почему присяжных хотят подсудимые? Вот вы задали вопрос. Наверное, потому что они рассчитывают на некую фортуну. Русский человек, он любит фортуну, да и не только русский. И это своего рода шанс. Шанс, когда на тебя есть доказательства. И ты знаешь, что профессионал признает тебя виновным. Но, а это шанс обмануть, обмануть обывателя. Кто-то может сказать, что это суд демократичный. Я с ним соглашусь. Я благодарю все коллеги, которые работали со мной. Благодарю за то, что они, наверное, не позволили вести себя в заблуждение. Достаточно сложно понимать и отделять, где правда, а где ложь, когда напротив тебя играют отлично, плачут и убеждают в том, что доказательство получено с нарушением. Прокурор стоит на страже закона. И мы не можем позволить привлечь к ответственности невиновное лицо. Поэтому, когда я встаю перед присяжными и говорю им об этом, вот уже почти 10 лет, я говорю, потому что я знаю, я верю. И в отличие от них, я читала все это уголовное дело. И я хочу также, чтобы они поверили мне. Кто вообще может стать присяжным заседателем? Присяжным заседателем может стать тот, кто в силу закона, есть федеральный закон у нас о присяжных заседателях, он издан достаточно давно, в 2004 году он действует с дополнениями, с изменениями, но он конкретизирует тех, кто не может быть присяжными заседателями. И это лица, лица, не достигшие возраста 25 лет, те лица, которые имеют непогашенную или неснятую судимость, те лица, которые в настоящее время, я имею в виду во время отбора коллегии присяжных заседателей, привлекаются к уголовной ответственности, а именно являются обвиняемыми, подсудимыми, подозреваемыми по делу. Это лица, признанные судом невменяемыми либо ограниченно невменяемыми. Лица, которые состоят на учете в нарко- и психоневрологическом диспансере ввиду заболеваний, алкоголизм, токсикомания, наркомания, другие. Конечно же, лица, которые не обладают познаниями того языка, на котором ведется судопроизводство, поскольку это же устность процесса. И понятно, что человек должен хорошо ориентироваться в русском языке и в том языке, на котором ведется судопроизводство. И лица, которые в силу своих психических или физических недостатков не могут участвовать в судебном заседании. Тему выпуска продолжим в нашей постоянной рубрике «Разъяснение законодательства» и ответим на вопросы телезрителей об особенностях судебного процесса. Что предполагает рассмотрение дела в суде в особом порядке? Особый порядок – это одна из разновидностей сокращенной формы производства по уголовному делу. В особом порядке уголовное дело рассматривается при наличии ходатайства обвиняемого, полностью признающего свою вину. В таком порядке могут быть рассмотрены только дела о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. Но для рассмотрения дела в особом порядке требуется не только ходатайство обвиняемого, но также и согласие его защитника, прокурора и потерпевшего. Судья по собственной инициативе, если усомнится в доказанности обвинений или правильности квалификации преступления, тоже вправе перейти к разбирательству дела в общем порядке. В особом порядке не допрашиваются потерпевшие свидетели и не оглашаются заключения экспертов и другие документы, а также не осматриваются вещественные доказательства. Исследованию подлежат только обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также материалы в части гражданского иска. Подсудимому, в отношении которого дело рассмотрено в особом порядке, предусмотрено смягчение наказания. Ему не может быть назначено наказание свыше двух третий от предусмотренного закона. Но и обжаловать такой приговор в связи с несогласием с обвинением нельзя. Основанием для этого может быть только суровость или мягкость наказания, нарушение уголовного или уголовно-процессуального закона. Разбирательство дела в судебном заседании арбитражного суда проходит с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. Они могут участвовать в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи при наличии ходатайства об этом и технической возможности в арбитражных судах. Могут стороны известить арбитражный суд и о возможности рассмотрения дела в их отсутствии. Также суд самостоятельно может принять решение о рассмотрении дела в отсутствии истца, которого надлежащим образом известили, о месте и времени разбирательства. Вместе с тем, арбитражный суд вправе признать участие истца обязательным. В таком случае его неявка без уважительных причин может повлечь наложение на него судебного штрафа. Может ли подсудимый добиться отмены решения суда в случае, если судебное заседание проводилось на языке, которым он не владеет, и нарушен ли порядок рассмотрения дела? Уголовно-процессуальный закон гарантирует лицу, не владеющему русским языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, право на переводчика. Это предполагает и устный перевод хода судебного процесса, и письменный перевод ряда процессуальных документов, включая обвинительное заключение, постановление об избрании меры пресечения и продлении срока ее действия, а также приговор. Непредоставление подсудимому, не владеющему русским языком переводчика является безусловным основанием для отмены приговора и направления уголовного дела на новое судебное разбирательство. На этом сегодня все. Мы увидимся в следующую среду в 20.55 на новгородском телевидении. Берегите себя и не позволяйте никому безнаказанно нарушать ваши права. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова